О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Владимир Путин обсудил строительство школы в России. В Нижнем Новгороде наградили лучших строителей региона. Программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер» снижают дефицит кадров в селах. В усадьбе Рукавишниковых вручили государственные награды. Отцам героев СВО вручили награды отец-солдата. Второй корпус школы номер 131 в микрорайоне Цветы Нижнего Новгорода откроет свои двери уже 1 сентября. Здесь будут обучаться полторы тысячи детей. Учебные заведения построены по всем современным стандартам и укомплектованы всем необходимым. От мебели до технической составляющей. Все благодаря национальному проекту образования. Об этом президенту страны по видеосвязи докладывает директор школы Ирина Борякова. Строительство школ в стране в целом и в Нижегородской области в частности стало одной из ключевых тем на совещании Владимира Путина с членами правительства. Это комфортное, современное пространство. Светлые классы. Учителя просто в восторге от технического оснащения кабинетов. А цифровые и естественно научные лаборатории открывают новые возможности не только для детей, но и для учителей. В общей сложности в двух корпусах школы будут обучаться три тысячи детей. 1 сентября ожидается 14 первых классов. Учебные заведения современного уровня это понятно, но глава государства напрямую спрашивает, что еще не хватает для полного счастья. Чего бы хотелось? Вот чего не хватает? Вы знаете, сложный такой вопрос. С одной стороны бассейна действительно не хватает, а с другой стороны может быть и так. А у нас еще рядом, вот знаете опять же мы когда с родителями общаемся, у нас рядом Щелковский хутор, где идет лыжная подготовка, ну детей и так далее. Часто задумываемся, а почему бы вот такой трамплин хотя бы учебный не сделать. Задача озвучена, их выполнение возьмет на себя областное правительство совместно с городской администрацией. Всего в этом году в регионе планируется открыть семь новых школ. В общей сложности речь о более семи тысячах учеников. Служба информации Сергей Щеплягин. В руках у Натальи Романовичевой почетная грамота от регионального министерства строительства. За ее плечами 40 лет трудового стажа и сложный путь от мастера-прораба до инженера. Десятки проектов, среди которых и такой масштабный, как ремонт детской областной больницы. Профессия сложная, но наверное благодарная. Во-первых, видишь клады своего труда, а во-вторых, просто интересные. В переполненном зале Дома народного единства проектировщики, архитекторы, руководители предприятий и ветераны строительной отрасли. Борис Васильевич Щуров отдал профессии 72 года своей жизни. Доктор экономических наук, профессор, автор более 200 работ. Борис Васильевич воспитал не одно поколение строителей. Среди его учеников 22 кандидата и 4 доктора наук. Я люблю строительство, я люблю труд. До сих пор стараюсь работать, участвовать в общественной жизни. Строительная отрасль – драйвер экономического развития региона и всей страны. И здесь нам действительно есть чем гордиться. Более миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию лишь за первое полугодие. Показатель рекордный. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нижегородская область – лидер по развитию инфраструктурных проектов, по реализации инфраструктурных проектов. Это и наш Ледовый дворец, это наш IT-кампус, это наше метро, которое мы строим. Общими усилиями строителям удается решать и наболевшие вопросы. Так, к началу этого года в регионе исчезло понятие «обманутый дольщик». Ведется и работа по расселению аварийного фонда. Мы досрочно завершили программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. И теперь приступили к реализации программы расселения аварийного жилья на следующий период, на 2024-2028 годы. Сферу жизни, которая не коснулась бы строительства, представить сложно. И даже в вопросах демографии отрасль играет определяющую роль. Для молодой семьи, для многодетной семьи максимальный фактор – это улучшение жилищных условий. В сфере строительства задействованы более 85 тысяч нижегородцев. Награждать лучших в преддверии профессионального праздника – традиция ежегодная. Мы награждаем самых выдающихся профессионалов в отрасли и задаем планку на будущее года. Созидательный трус строителей не только превражает города, но и определяет вектор развития нашего будущего. Служба информации Наталья Куликова, Иван Масов. Стать врачом Татьяна Воробьева мечтала с детства, дала обещания своей бабушке. И вот сейчас у нее стаж уже 17 лет. Любимое направление в медицине – психиатрия. Психиатрия – это моя специальность, это мое любимое дело. Поэтому, когда я узнала, что есть вакантная ставка в Дивеевской ЦРБ, конечно, я перешла на эту должность. Когда я узнала, что тем более есть такая программа, то была очень этому рада, конечно, и поэтому с удовольствием здесь работаю и не пожалела нисколько. Жителям дальних местностей зачастую не хватает узкоспециализированных работников. Благодаря таким программам, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер», медицинские кадры привлекаются в села. Нужны, потому что, если будут далеко в районе, в области, это добираться очень далеко. А здесь нам все-таки удобнее с деревень, с поселков приехать сюда, в больницу и приняться врачам. Нижегородская область участвует в реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с 2012 года. При условии переезда из города в сельскую местность и работы в больнице минимум 5 лет, для врачей и фельдшеров предусмотрена единовременная выплата. Для работников со средним образованием она в размере от 500 до 750 тысяч рублей, с высшим от 1 до 1,5 миллиона рублей. Такие программы, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер», они позволяют убрать частичный хотя бы дефицит кадров насилия. Это позволяет, допустим, молодым специалистам или вообще специалистам с опытом работы получить финансовую поддержку для того, чтобы обосноваться в сельской местности. Свой выбор в пользу работы в селе сделала и Мария Галищева. Помогать людям она решила еще в детстве, когда врачи спасли ее жизнь. В сфере медицины работают уже 10 лет. Это помощь для населения. Население по моему приезду туда ожило. Они поняли, что они значимы, что они нужны и о них заботятся. Реализация программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» – часть национального проекта здравоохранения, который реализуется в соответствии с указом президента России. Служба информации Арина Солоденко, Алексей Калякин. С этого момента Татьяна Шурыгина заслуженный врач Российской Федерации. Присвоение почетного звания – итог долгого профессионального пути и бескомпромиссной преданности. За плечами жительницы Арзамаса 47 лет работы в детской поликлинике Центральной городской больницы. Конечно, приятно. Я работаю много лет, отдаю себя всю своему любимому делу. А вот звание заслуженного работника здравоохранения присваивается Владимиру Макарову. Вот уже 10 лет он занимает должность главного врача 39-й больницы Нижнего Новгорода. Ни для кого не секрет, что такие награды в одиночку не получают. Это награды всего нашего коллектива, всей клинической больницы 39. Отмечают не только врачи. Здесь и промышленники, энергетики, аграрии, железнодорожники, специалисты из сферы образования, туризма и культуры. Благодарности от президента вручаются представителям муниципальной и законодательной власти региона. Я считаю, что это, на самом деле, одна из самых высших наград в иерархии наградного законодательства Российской Федерации. И для меня она значит, конечно же, очень много и хочется сделать еще больше для развития нашего региона. Заслуженные награды за достижения и многолетний труд получают 55 нижегородцев. Все они настоящие профессионалы своего дела. Наш регион гордится вами. Вы каждый на своем посту, в своей отрасли. Достигнет таких результатов в труде, как люди труда. Успехи нижегородцев – это еще и яркое доказательство высочайшего потенциала региона и всей страны. Служба информации Наталья Куликова, Алексей Калякин. Отцам, чьи дети проявили особое мужество и героизм в ходе сферы, вручили награды отец-солдата. Вручение прошло в штабе общественной поддержки «Единой России» в день ВДВ. Сын Михаила Гаранина, Андрей, был на фронте с первых дней. Погиб в марте 2022 года в поселке Малая Рогань. Посмертно награжден Орденом Мужества. Также медали общественного признания отец-солдата получили Алексей Нурмагомедов, Павел Тюленев и Александр Голицев. Я воспитываю сына, любви к родину. Это очень важно показать людям, которые вырастут действительно достойных сыновей нашего отечества. Людей, которые настоящие герои, не киношные персонажи, а люди, которые с риском для жизни, с оружием в руках защищают нашу Родину. Очень важно получить такую награду именно семьям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова